Знаю, что, если быть серьезным, у вас есть еще и сюжет от девушки, которую зовут Таша Корелюка. Что это? Корлюка. Мне кажется, это же украинская фамилия, нет? Конечно, Корлюка. Самая настоящая украинская. Да, девушка живет в Израиле. Ну и предыстория такая. Она у меня несколько раз брала интервью, когда еще в Лондоне работал. И я тогда был поражен той скрупулезной подготовкой, с которой она пришла на это интервью. А потом я следил за ее судьбой. Она приехала в Израиль, ей было тяжело, поскольку язык ей давался поначалу с трудом. Она сунулась туда-сюда и, продолжая писать, ударилась одно время, так сказать, в поварскую профессию. То есть она поступила в ресторан, сначала там овощи чистила, вырезала, а потом неожиданно для всех показала класс, потому что сумела приготовить самые изысканные блюда из ресторанного меню. А повара народ строгий, знаете, они так кого угодно не пропустят. И вот поэтому фотография, которую мы увидим после ее короткого фильма, будет как раз в поварском таком кителе. Но Таша, простите, Таша еще и сценарист. И поэтому я ей предложил сделать сюжет об опустевшем Тель-Авиве, где она живет. То есть в городе, пораженном этим коронавирусом, карантином и взаимным отчуждением. И она подошла к этому очень поэтично. Я сделала трехминутный фильм, который я смотрел несколько раз. И признаюсь, каждый раз глазам у меня слезы подступали. Давайте посмотрим вместе, Светлый Борисович. Давайте посмотрим.